Кстати, у меня еще одна тема, чтобы перетереть. Возможно, можно к вам еще одну кусок целого. Вроде как, да, немножко еще поорет. Ты можешь, в принципе, начинать. Все, все готовы. Всем привет! Кто меня не знает, я за Талис. Я не знаю, что это будет. 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 Спасибо большое, что пришли в свое время. И очень надеюсь, что каждый из вас слышит что-то полезное и нужная применимая практика. И очень надеюсь, что вы их встречаетесь. Так, я подробности видео буду рассказывать. Я это делал в прошлый раз. Было тоже есть. Включил старт. Если кому интересно, есть видео. Я подробности рассказываю. Я не знаю, что это будет. Я не знаю, что это будет. Я не знаю, что это будет. Я занимаюсь разработкой. Привет. Мне удалось небольшой карьерной независимой разработкой по работе. В картунефер, я делал мне сайт для небольших групп. Мой сериал... с директорами поработал И... И... Ну... На ротесте к чему хорошему Делали бездарно Ну, в принципе, всё Ну, один фактор, который очень другой Самое интересное В детстве Я мечтался поваром Я просто... Я просыпаю с предпадами Да, я мечтал с этим поваром, и я никогда не думал о разработке игры, хотя, во сколько себя помню, я люблю игры, но как бы не помышлял в этом. Но так случилось. Рог судьбы я стал разработывать тигр. И, в принципе, я действительно нашел, чтобы мне не припадать. И да, это действительно моя мечта. Когда мне позвали провести эту лекцию и докладку, я задумался, какую тему провести. И, потому что я не хотелось как-то пересекаться с прошлой темой, с прошлой параллелью. Но я не думал, думал, не разумая, и просто так и снял. Я думаю, просто снял, что мы получили старый групп. Я считаю, что это был джерп, и есть группы сайт, форум. Но это было не только. Но я не знаю. Я не знаю, что это было. Но это было не специализованно. И, что бывает, что сейчас уже всё предъявлено. То, что мы можем делать. Очень здорово. Очень здорово. Там кажется, то есть, локальный объект. В случае его дается нежея, но через форум джерп. И является тема. Я на эту тему с отдельно нужно сделать. Мне нужно делать и делать. Вы можете видеть с токомой, а немножко. И, конечно, у меня есть другую команду, это всякие, ну всё. Родинатор правил, здоровый наш. В общем, мы видели демон. Демон называлось «Петешествие во время». У меня сразу в голове этот концепт был из-за чего-то безумного, быстрого реакшена. Во-первых, конечно, такой мироводобный, ну, стрельбовое, разрушение, вообще эпичность, это было в голове, но, естественно, я осознавал, что я, во-первых, ходил и не успел отходить, во-вторых, я не успел, потому что причина была, я тогда был на столице, это была зима, а у нас стрелы прилетели, у нас в частный дом, и поэтому постоянно не было электричества, вырывались провода, нужно было сказать, «А, у нас не ходить на голову с лопатой, иначе просто дверь меня откроет». Ну, что было здесь, вы не ходите туда, я потратил на работу по 4 дня. Ну, что же было здесь? Как она называлась «Ангулы»? Она, как я сейчас продемонстрирую, и уже, сходите, со мной перейду, почему это все, такой, длинный момент, расскажу. А сразу предпочитаю, что я, это было давно-давно, там, игра, игра, какая-то, какая-то, у меня была самая стерня. Ну, и надо было быстро как-то еще сделать, и я только только начинал, поэтому, такая вот, в общем, сейчас покажу, и я расскажу, что она будет. «Ангулы» И так, нормально? С рассеянием. Нет. Слышь. И два. Идея была такова, что в перемещении во времени нам дает такой гибкий вазь вводится на тело Это тоже позволяет Дедушка на определенный перемещаться в планах, когда все было хорошо По идее, да, я очень-очень хотел это сделать, это динамично и, как я уже сказал, я этого не успел Поэтому я создавал, так скажем, Танк Ну, конечно, такая туповата Ну, просто как у меня Танк перемещается Танк Короче, терпеть я пройду, я Пожару Не терпеть То есть все, что у нас есть в механике, это просто бег, прыжок Танк И, наверное, Пожарутое перемещение во время Больше ничего нет В принципе Дом упал А у нас когда не падал дом? Нет Вот чувак потерял бед Теперь у нас нет Я сегодня нет трекпан Теперь у нас нет грязи Танк Такой Красный Это мы типа Внутриком Сейчас все еще Да Так Ну, так тоже Ну, так тоже Ну, так тоже Ну, так Теперь у нас нет Внутри Газ Внутри Внутри Газ Там дыхание Заберно Сейчас Так Скоро уже конец Я просто объясню Почему Стоят Дом Один Это Дорогу К Не ловлю Да, еще раз Скоро, что Это Здесь На что убиваюсь? Шучу пальцы Ляркая посадка Почему вы? Вот Ну, опять У меня хок Привет Поехали Вон Вон Да Оно Если Ты принес кофе? Ну непонятно. Сначала было похоже. Слышь, смотри, нет. Похоже. Здравствуйте, брат. Я, блин, ну что ж, скучал. Ну, ладно, надо потянуть время. Брось, не ложь. Какая-то неведома тренинг. Вкладываю на тренинг. Отпитываю. Кази, я ничего не умею делать. Мы можем только прыгать. Я чувствую максимум поголи. Потому что я, опять же, присылка на программист. И как тут с ней. Отлично. Да, 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 да. Всё, порой уже. Всё, пошел дальше. Ну, вот, ну, нормально. Прослись. Какие-нибудь лайки. Дорожь, вот, нет, конец. Вставай, вставай. Зон, беги. Иди. Большой, я их не познаю. Кто тут сзади. Адевайся. Чувак перед нами. И я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, это неделя, да, неделя, да, да, ну, не, не, за неделю я сделал где-то до Чудачьи пустыни, там, там, где-то, да, Чудачьи пустыни, вообще есть, как бы, есть, как бы, продвижение, там, где-то, оно, как бы, чуть-чуть несерьезнее дело, чуть-чуть, целый рейт подобрался, и здесь уже, и здесь уже, сколько, четыре периода времени, наклонка, и два, три, четыре, настоящее, настоящее, потому что Порошкова, то есть историческая эпоха, это наши среди века, и это все потом надо разговаривать, да, ну, я не думаю, что это, правда, да, То есть опять же у нас През왔ли Мы продолжим Так вот Почему? Для чего я вообще все показал? Как же я говорил, когда я думал, на какую тему делать ват? Я вспомнил эту игру, и она служила мне таким хорошим делом, о создании динамики. То есть вообще, что такое динамики, это обычный программная динамика, но я больше всего слышал или не знаю, что такое такое быстро. Динамика это вообще просто посмотреть движение, направление. Ну просто движение, да, просто так вообще. И в общем, я динамик. Такая динамика я расстрелил в 3 категории. Это динамика. Динамика в театре. И динамика в сцене. Сейчас, немножко поподробнее на каждой динамике. Динамика, механика, собственно, это механизм вашей игры. То есть то, что задаёт и тем игры, и гиглэй, и игревую механику, в общем. То есть это будет скоротечный шут, или медленная динамика, это и динамика, и механизм вашей игры. И нам он вообще сегодня, в принципе, не нужен. Потому что это дело каждого разработчика. Он решает, какой жанр в игру, какая, быстро или не быстро. Ну вот, как бы, это и есть категория. Но она, тесно, связана с второй категорией. Динамика в театре. Собственно, это то, что взаимодействует на окружающем мире, на первой категории, на динамику механики. Или, так сказать, в дополнение к ней. Но не зависит от динамики механики. То есть, опять же, жанр, вообще, диплей, он, по сути, это не ладно. Она для второй категории, театр. Театр служит для того, чтобы, как-то таки, дополнить и оживить. Как, в принципе, наш следующий милинг. Нет статики. Будем всё динамировать, можно сказать. Так что мы будем делать. И, собственно, что такое динамиктеатр? Как бы туда входят несколько других вещей. Ну, например, я вам показывал, да, вот эту игру. Механика, она очень простецкая. Просто ходит на округе, где-нибудь в уровне. Но вокруг разворачивается. То есть, вначале, на первой категории, на самом деле. Наверное, он всё берёт. То есть, и получается то, что вокруг первой категории создаётся вот этот театр событий, который не влияет на прямую механику, но он как бы дополняет. И, да, и выигрыш, и вы. Ещё такой хороший пример надо привести. Взять какой-нибудь антимечный. Вот это, да. Чуть на первой весе. Взять момент, мы бежим, стреляем, стреляем. Стреляем вокруг городов. Падает снаряд. У нас относится зеленая волна. Засыпаем. Накомкой. Блази начутиваемся и дальше продолжаем стрелять. Это уже такой театр воздействия прямого. Это не отрывает игрока от деплея, но создаёт вот это. То есть, человек всё равно ощущает себе, что он играет в игру, и сцена — это и часть деплея, часть механики. Просто, если взять этот же пример и подать его в качестве какого-то традиционного сцена вставка, то есть, как статус сцены. То есть, это уже будет ощущаться по-другому, это уже будет ощущаться как сцена. Смотрим, ага, пошли, и так играет. А здесь темп, как бы, он непрерывный. И нам кажется, что мы непосредственно находимся в этом моменте, когда он засыпал. Это, опять же, не касается определённого жанра. Это может быть любой, как он уже показывал, когда мы идём рядом в портан, в принципе, или рядом где-то сзади. То есть, он, наверное, мог никак не передать, но это ощущается, что, а, блин, ну, как часть игры. Поэтому мы будем сегодня более попробовать о динамике театра. И, кстати, я считаю, что очень много разрушается о динамике, мы не вычиняем, не терпеть, не заражайте. Динамик, 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 как говорят. Динамик, динамика. Сейчас сделаю. Так. И динамика остальная, собственно, какая категория, куда входит всё вообще остальное. Как нельзя догадаться. И, в принципе, зависит только от вашей, скажем, фантазии. Но они будут быть уже потом, когда идём уже в категории, например. И сразу хотелось бы спросить, у кого-нибудь есть в головном фоне? У меня есть в головном фоне? Ну, как же. У нас сегодня главный герой. Вот такой вот. Ну, в принципе, можно сказать, что это шоколадный путь. Ну, нет, я обманываю. Горно. Ну, вот такой вот. Ну, здесь никто не дает. Давай переходим. Итак, что у нас есть? Есть у нас платформер, скажем, базовая. Опять же я сказал, нам не важна механика. Может, что угодно. Ну, для примера я как-то взял. Наверное, самый популярный. Ну, не популярный, самый доступный. Жанр, который, в принципе, можно сказать, позволить. Я не могу назвать. И на котором, в принципе, более действие и логично. Более действие показывает. В общем, доступный жанр. Ну, что он имеет? Да, у нас есть главный персонаж. Мы занимаемся. Причём, если я нажимаю на стоп, то вот. Если я нажимаю на стоп, то выше. Ну, опять, классическое что-то. А есть так, страстный уровень, в общем, но за конструкцию платок не понимает, что как-то не происходит. И опять же, я ещё раз скажу. Нам не важна механика, непосредственный, в первой категорике. Поэтому здесь не будет ни врагов, ни препятствий, потому что нам это не важно. Наша суть всегда создает театр, события, чтобы наша игра решала, потому что, мне кажется, это очень важно. И это отвечает больным профессионалами. Итак, давайте пойдем постепенно. Я хочу, чтобы мы смотрим на задний пункт. Скажу, что задний пункт жив. Для этого мы собираем вот самое. Как бы если посмотреть, то уже сравнить, что было и что стало. И как бы уже хорошо было, как говорится, для игроков. Но в никаком случае не допустить арку. Нет, просто приклассовое дело, чтобы появилась некая какая-то жизнь. Что для этого нужно? Опять думать, надо прослечь анимацию. Мы говорим про слишком анимацию и уже, в принципе, бодренько. Смотрите, статика, динамик. Движения, да. Чувак, не без тебя глаза. Один. 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 Плоды. 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 В принципе, да. Можно было на этом остановиться, да. На задний фоник поставить. Типа, вот, все нормально. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Фон вроде не сойдет. Плохо. Но, в принципе, если остановиться, подряд, это очень монотонно. У нас есть куча. Поэтому нам нужно больше жизни, больше динамики. Все лекции, которые мы сейчас создаем. Что мы делаем? Пускай не ходим. Точнее не ходим. Там еще чувак, по-моему. Но он без него рад. Похоже. Если залезать. В пустах сидят такие чувачки. Они тоже шумеваются. Кто-то быстрее. Кто-то ждет. Кто-то может заметить. Но она и есть. Хотя нет. Кто-то говорит, да нет. Посмотрите. Идет слева чувак. Второй чувак. Пустам. Он его боится. Когда он быстро не подходит, он прячется. Рыба убивает. Надо еще чувак искать. Проверяем. Т.е. он уходит на безопасное расстояние. И он уже смотрит в сторону того, что он шум и шум поместил. Он не видит трон. Ну, два. Как-то наш. Т.е. у нас появился. Программа такая. И он там пошел опять. Ну, тут как-то есть. Идем в другую сторону. Чувак идет в другую сторону. Ну, проберемся. Посмотрим. Поберем. Этот чувак из неважной жизни. Это, в принципе, и есть. Уже жизнь появилась. Теперь перейдем к среднему плану. Да? У нас есть средний план. Который, в принципе, тоже пустует. И я бы хотел, чтобы он был живым. Ну, на нем вместе шиплом ничего не надо. И так. Поэтому мы делаем аккуратно. Вот по дороге мы еще не пройдем. А, ну да. И вот какие-то чуваки. Разные такие. Машета. Машета играет. Чувак с мозгами открытым. И они периодически перейдут. Они генерируются как-то просто. И, в принципе, уже есть. Это, в принципе, и есть вторая категория. Это динамика театра. Мы создаем театр вокруг игрока. Вокруг игры. Но который, в принципе, на игровую механику не влияет. А наоборот, дополняется силами. Потому что это очень прекрасно. Прекрасный такой. Это рыба такая. Так. Ну, собственно, что мы имеем? Имеем в протоките. Уже не скучно смотреть на экран, в принципе. Я вот ничего не делаю. Но экран живет. То есть игра. То есть кончик что-то делает сама. Сама в себя играет. Но этого, опять же, мало. Нужно динамику вдыхать во все и вся. Да, что вы видите. Но мы, конечно, переческиваем. Теперь перейдем непосредственно к динамике театра, но которая непосредственно как-то пересекается с игроком. Помните первый пример, да? Смотрите. У нас появились птички, понимаете? Птички. И о чем я хотел сказать? То есть геймплея у нас нет, в принципе. У нас все хотят прыгать, бегать. Геймплей у нас нет. Много разных знаков. И, собственно, есть еще такая прямая ненамик театра, которая на что не определяет, но... она все равно дает почувствовать игроку, что он может как-то контактировать с ним, с ним взаимодействовать, что он, в принципе, чуть-чуть как-то, но может влиять. Смотрите, да? То есть мы приглядываемся, они управляют. Они по-разному качают. Это может быть все, что угодно. Могут банально, я не знаю. Камни могут быть. Когда ты идешь, скачиваешь камни, да? Это может физически. Камни толкаются. Это может быть лужа, когда ты прошел, он начинает болтаться. Это может быть вообще какие-то, не знаю, трубы, вариации. То есть опять физически. Но это может не обязательно. Потому что я всю анимацию. Вообще это пуст, по которому ты прошел, и что-то пошевелится, то, что ты прошел. Это все, что угодно, который создает динамик чата, который я как бы не открыл. Но, опять же, всего этого мало. Нам больше, в комнате нет стадии. Ну, то есть, да. Ну, я, конечно, побольше птичек. Накидал сюда. Да, ну прикольно. Птички можно шугать. Ну, а... Далее. Как мы можем прокачать этот домик? Хочу привести такой совет. Смотрите на свойства объекта. То есть на объект. На его свойства. Как он выглядит, и как он существует. И что в принципе с этим может быть делать. Допустим, мы смотрим на птиц. Что это значит? Когда мы их шугаем. Что обычно брать с собой? Когда есть птицы? Естественно, у них перышки. Ну, это классический пример. И в анимации, и везде. Ну, это же время. Можно сделать частицу. То есть толкаем птицу или частичку перышку. Ну, я ищу сделать какие-то вещи. Интересно. У меня первые же переливили в птицах. В общем, симулятор говна, который шугает птиц, уже готов. Все. Все. Посмотрите, да? Были птицы. Просто детали. Ну, у них вот. Клюха. А раз они так вот. Вот. Да. Эмпирия. Вот. 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 То есть, и это есть. И это есть. Иже посмотрите. Уже динамищу. Размерный, жеисткий характер. Может, есть. У нас всё живёт? И дышит. А если спелек, то вообще бесит. Конечно, да. Надо контролировать количество частиц. Нет. В общем, в начале там столько нужно. В аппере, виситам. И авторокруг, она нам всё-таки. решительное сдержание, чтобы все не засыпало. И опять же, это действительно классная вещь. Но все равно я сидел с ней в физическом движении. Просто хоть анимация простейшим, частичным, все это сделать, мне кажется, что это позволит, это придает жизнь непосредственно ту самую механику. И еще раз я напомню, смотрите на объект, на его свойства. Опять же, вот смотрите, вот этот чувак, который шугается, я сначала нарисовал, он просто шпилился, второй просто ходил, все. И я смотрю, ага, вот, какой-то на кукле у меня получился, а я приду к нему, ага, значит, надо все-таки прятаться. И вот смотрите, на свой столбик берете, я думаю, ассансации с ним сразу будут приходить в голову, и это в хорошем примере, чтобы сидеть ни дома, ни дома, что вы будете делать. Просто смотришь, да, вот, бедится, вот, там, что-то. Или пусть у них крыльков надо показывать, заодно крыльный садист. Итак, давайте поедем дальше. Теперь у нас появились такие чуваки. Я уже сказал-то, что у нас не будет, ну, врагов, мы привязаны на ничего, но вы можете все равно, даже вот такой поступок отопить, создать мангель, создать вот этот самый театр, который я буду влиять. Опять же, да. Пример со свойством объекта. У нас есть говно, персонал говно. Ну, и так. Я думаю, если каждый такой вид, он будет рядышком. Ну, не знаю. Может, не сказал. Всякие ровные 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 ровные. И сначала у меня по идее были просто чувачки, которые, я такой просто пинаю, физически. Даже не знаю, на чем кладем. И опять же, я посмотрел на свойство объекта, да, вот такие охоты, которые расширили все. И теперь... Посмотрите. Он трясет своими глазами. Он трясет со стороны. Он трясет со стороны. Это опять же, да. Каждая игру там подходит. Ну, я еще во вторых, да, во вторых, такое дело, потому что я уже не успевал. Поединение, там, в анимации, там, кто-то придет, кто-то спрыгивает с самым убийством, когда, например, ну, не знаю, что... Ну, такая жутка, там, подходит на петуху, кто-то в пищу, где-то там бывает. Трыр, говорите. В принципе, если в таком веселом, плохой петербурге, то, наверное, стильский. Нормально. То есть, еще раз, да, повторюсь. У нас голый-то кипит. Ну, мы можем жугать пить, надо бояться. Неужели вообще... В голове не сможет снять. И вот, еще хотел такой пример. Да. Можно такой проводить стресс-тест? Стресс-тест. Тест. Для... Когда вы создаете игру, просто... Просто, вот, видите, не понятно, что... Уйдите, погуляйте пару минут, на кухню звоните. Сколько лет. Логично. Верните, посмотрите на экран. Что на нем происходит. Если на нём ничего не происходит, то вообще, он как будто на избал. Нажатый, 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 нажатый. То я не считаю, что это хорошо. Опять же, это, конечно, от замка зависит. Но, все равно, от любого замка может привнести что-то такое. Я думаю, что это понимали еще старые разработчики. Да, если взять такой старый, ну, онлайн-эс, например, ну, модель, да, как право на платформе. То есть, платформинг такой, нормальный качественный. Да и не качественный. Если просто оставить инфарк, который, опять, является персонаж, что будет спайтер. То есть, и ты скажешь, ой, это, не знаю, меня в детстве тут играл. Хоть по другому, раз, два. Другой фигурал, у него там что-то делать, другую по мне тоже стоит. Это вот эта и есть самая динамика. Потому что, да, это очень здорово. И если вы приходите, на каждый день кто-то болтает жизнь, или, допустим, вам позвонил телефон, вы играете в какую-то тюрьму, да, вы ее ставите на то, просто да, вот, привет, давай, чувак, на-на-на-на-на-на. Смотрите на экран, разговариваете. Экран, где монотон, где экран живет. Игра, как бы, сама себя играет, и тебе говорит, иди отсюда, останавливайся, тогда ты можешь меня не играть. Мне кажется, это очень здоровый пример для динамок. Но, опять же, да, не все жанры, но все равно вообще шанры на что-то добавлять. Даже если взять классический пример из фильмов, да, переходи в борт, да. Статичный фон, допустим, раз, появляется динамик. Статичная картинка появляется динамик. Если мне там делать какое-то... какое-то... какое-то крольство, я не знаю еще что-то. У нас темная комната, коробка. Поэтому... Маргай Атлантович говорит то же самое. Нет... Нет паузы. Нет ощущения, что это... Нам, наверное, у нас время дышать. И... И... Я вам все нахожу нахожу нахожу. Но это еще не все, да, сейчас. Да, я не скажу. Да, сейчас. Просто не помню, что ты здесь. Ладно, да? Может быть. Ага. Здесь мне нужен... Здесь мне нужен тараолин снял. Здесь кто-нибудь снял? Нет, я тебя знаю. Сиди. Нет, давайте кто-нибудь вообще. Вот, вот, вот. Давай. Давай. Кстати. А, я бы не был. А, где-то... С ней стоят, что мы снимались? Нет. Я, а, следующий, на помощь. Спасибо. А, ну... Хороший человек, да. У тебя нет, я нет. Нет, ты что-то знаешь? Я пришел, да? Да, да. Да? Да. Да, наверное, кто-то думает, что сфигня вообще, да? Ничего сфига, вообще ни на что. Давай, что? На самом деле, это хороший пример. Протикает обычная лекция, да? Просто сидим, а прям с него сидите, да? Просто я расскажу какие-то вещи, и вот появилась такая некая динамика, так скажем. Появилось событие. Протекает обычное действие, скучное, не динамичный геймплейс, да? И тут появился такой, называемый эффект шоколадки. И надо в каждую игру вносить эффект шоколадки. Чтобы удивлять, опять же, это не обязательно, чтобы сорвалась, там, раз, раз. Хороший пример даже можно, я не знаю, любой. Ну, допустим. Медленная даже игра, вы просто идёте, там, ну, ар, идёт, дождь. Прошла кошка, собака послотел, но в вода очень не убежала. Это и есть жизнь, это и есть знак, как показывать, что ты живой. Это нет. Опять же говорю, механика, она вообще не важна. Да, может быть, просто придумать какую-то игру. Так вот. Хорошо, что ты не делаешь. Займите его. Вот. И поэтому... Чем просили сделать игру, можно сделать игру. Дальше друг, 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 друг. Дальше пиво. Пиво. Не, ну, у меня пиво кончилось, я бы за ним сходил. Кто не сходил, если кто-то хочет, пиво или там сходить. Зачем-то, да? Ну, давайте, не знаю, 10 минут, да? Да, из перерыва я покажу. Я не знаю, человек сидит на своём. Ну, ладно. Надеюсь, никто не с вами. Давайте, я буду ждать. Спасибо.